Привет! Привет! На этих кадрах тогда ещё 9-месячный сын супругов Даниловых, Егорка, улыбается и чётко смотрит в объектив камеры. А это видео с утренника в детском саду малышу 4 года. Тогда, вспоминает пара, мальчик уже плохо различал предметы, но ещё видел. Сейчас Егору 5 лет, он единственный в семье ребёнок и долгожданный. Олег и Олеся первенцу не могли нарадоваться. Беда в дом пришла внезапно. Родился полностью здоровый ребёнок. Где-то в районе 2 лет ребёнок начал терять резко в весе. Его как бы всё перекосило, плечи стали такие несимметричные, он такой вот весь ходил. И мы облатились в областную детскую больницу. Лечить ребёнка взялась заведующая неврологическим отделением Татьяна Белова. Специалисты провели исследование головного мозга и обнаружили новообразование. Об этом свидетельствует заключение первого МРТ. Однако лечащий врач посчитала диагноз неверным и назначила лечение от ВЭП-инфекции. Ребёнок поначалу стал прибавлять в весе, но затем появились проблемы со зрением. Ребёнок сам уже начал психовать. Мама, папа, почему я не вижу? Мы уже забились просто в панике. Все медики из Вологды, к которым обращались Даниловы, упорно. Не хотели подтверждать наличие в организме опухоли. Тогда супруги отправились на консультацию в клинику Санкт-Петербурга, где им точно дали понять, что опухоль есть. Но вологодские врачи стояли на своём, продолжая назначать губительное, по мнению супружеской пары, для малыша лечение. Осенью 2014-го мальчик практически ничего не видел. Несколько месяцев спустя Даниловы попали на приём московских специалистов в областной детской больнице, на котором присутствовала и лечащий врач Егора. Решение медиков тогда повергло супругов в шок. При нас разговор был Татьяна Фёдоровна, вы как такое могли упустить-то? У неё ребёнка явно опухоль, давайте его бегом к нам. В Бурденко. В Бурденко. Визите, мы чем-то ещё можем помочь. Она им пообещала, что в течение двух-трёх дней она оформит все документы. Мы две недели до неё дозванивались по телефону. После чего она нам сказала, обращайтесь в свою больницу, поликлинику, по месту жительства. Так у нас всё заглохло. С тех пор местные врачи рассказывают супруги на их просьбы отправить Егора на лечение. В федеральную клинику только отмахиваются. История болезни мальчика уже несколько увесистых папок. Они всё это время растут, как увеличивается и опухоль в голове малыша, считают Даниловы. Ну что вот они конкретно, они его разводят руками и всё. А самый главный вопрос, когда я прихожу к ним напрямую, а вы что от нас хотите? Я говорю, ну кто здесь, доктор, вы или я? Вы ведь должны нам рекомендации давать. Сейчас официально у Егора нейрофиброматоз – неизлечимое генетическое заболевание. Но Даниловы поясняют, они сделали дорогостоящий анализ, который говорит об отсутствии у ребёнка этой болезни. Добиться справедливости и точного диагноза супруги теперь надеются только через суд, который состоится на следующей неделе. Руководство областной детской больницы долго об истории Егора вспоминать не пришлось. По мнению врачей, родители мальчика просто не могут смириться с заключением специалистов. По их словам, медицина в этом случае бессильна. Как случилось, в этом, наверное, раз уж дело дошло до других разбирательств, будут выяснять судебные органы. Но ни врач, ни заведующие отделением, никто не ставит себе задачу навредить ребёнку. Все пришли на работу для того, чтобы детям помочь. Маленький Егорка пока не понимает, о чём спорят между собой врачи и родители, но очень хочет поскорее вырасти, чтобы исполнить свою мечту и стать хирургом. Чтобы детей лечить, да? Алёна Александрова, Игорь Трифонов, Василий Попурин. Новости Вологды.